Андрей, очень приятно с вами познакомиться. Благодарю, что нашли время со мной поговорить. Взаимно. Я очень рад с вами поговорить. Спасибо, что нашли время и пригласили меня. Давайте немного поговорим о том, как люди выбирают, какие новости достойны быть новостями, и как определенные события становятся важными новостными историями, а другие нет. Я работал в двух странах, в семи или восьми медиа, и ситуация была разной в каждом из них. Даже на BBC, в демократичной Великобритании, с традиционной свободой мнений, был так называемый «главный источник истории», когда я начинал там работать. То есть люди, которые работали в международной службе BBC на разных языках, должны были сначала взять несколько историй из главного источника, добавить их в свои информационные бюллетени и выпуски новостей, а потом добавить еще несколько региональных или местных новостей. Речь также идет про централизированное распространение новостей. В нашем случае несколько экспертов и очень образованных британских, по большей части британских журналистов, решали, что важно знать украинцам, финнам, россиянам или вьетнамцам. Ведь новости для них также брали из главного источника. Я работал там второй год. До моего выхода в эфир с выпуском новостей оставалось 3-4 минуты, когда вдруг появилось несколько сообщений из казахских агентств и одного международного агентства. Кажется, это был Reuters. Поскольку времени не было, я быстро распечатал 3-4 из них, взял бумаги в студию новостей и сложил из них материал уже прямо во время выпуска. Не думаю, что это был идеальный материал, но у меня были разные источники. С этой точки зрения я был непредвзятым ведущим. Все было в порядке. Но я получил строгий выговор за этот случай. Мне сказали, что мне следовало обратиться в Центральный отдел новостей, сказать им, что появились новости из Казахстана и попросить написать историю для моего выпуска новостей за 3 или 4 минуты до эфира. Пускай. Я уверен, что они написали бы чудесную историю, но на английском. То есть я бы ждал историю, получил бы ее на английском, перевел бы на украинский и, вероятно, оставил бы для следующего выпуска новостей. Это выбор, перед которым ты встаешь. Собственно, это про то, кто принимает решения. Из моего опыта, очень часто в Украине, особенно в Украине, журналисты должны делать свой выбор, идти против течения и понимать, что аудитория и ее интересы всегда важнее, чем твои собственные. Вы вспомнили про Центральный отдел новостей на BBC. Так хочется спросить, какое влияние имеют собственники медиа, редакторы и, собственно, журналисты на содержание новостей и способ их распространения? Думаю, вы забыли про еще одного важного человека, менеджера. Потому что есть собственники, они имеют свои взгляды. Есть редакторы, которые прежде всего заинтересованы или должны быть заинтересованы в росте авторитета их медиа среди читателей, слушателей или пользователей. Есть журналисты, которые заинтересованы как в распространении информации, так и в создании собственных сюжетов и в их изложении в целом. Но есть менеджер. Именно он ответственен за коммерческий успех издания перед собственником. А коммерческий успех не всегда идет бок о бок с авторитетом и престижем. Так что в некоторых случаях, и я знал это, и я работал на одном из таких телеканалов, где менеджер имел право, я бы сказал, имел право в кавычках, решать, какие события наиболее важны сегодня. В этой неидеальной системе задания редактора было принять их и попробовать рассказать о них как можно интереснее, то есть организовать работу журналистов для этого. Я считаю, что именно редакторы — главные фигуры в любом медиа. И именно они должны определять редакционную политику. Могли бы вы рассказать нам про ваш журналистский опыт, когда вас не одобряли собственники или другие люди, которые задействованы в процессе создания новостей? Человек, который научил меня работать на телевидении, был на 10 лет младше меня. И я знал всё про печатные медиа и радио, но не знал ничего про телевидение. И Александр Ткаченко, который теперь генеральный директор 1 плюс 1 медиа, да и на самом деле другой человек, рассказал мне, что такое телевидение. Он был вынужден уйти из телеканала 1 плюс 1 по политическим причинам. Тогда он был очень храбрым и критично настроенным журналистом. После некоторых событий меня пригласили возглавить службу новостей вместо него. Меня назначили собственники. Тут у нас есть ещё один важный персонаж, я бы сказал, за пределами сцены. Меня отвели к Вадиму Рабиновичу, который на тот момент не имел ни акции, ни официальной должности в 1 плюс 1. Тем не менее, именно он говорил собственникам, что делать. Меня познакомили с ним, и он сказал, что ему всё равно, какая у меня фамилия, на каком языке я разговариваю, мужчина я или женщина. Главное, чтобы я не вспоминал про Юлию Тимошенко на телевидении. Тогда он задумался и добавил, что чем меньше я буду вспоминать про Александра Мороза, тем лучше. Хотя он не мог полностью запретить показывать Александра Мороза, который в то время был спикером Верховной Рады, но всё же. Я был настолько шокирован, что ничего не сказал. Господин Рабинович воспринял это как согласие. Но я имел в виду, что таким образом я воздерживаюсь от согласия. Я вернулся через два часа. Именно столько времени занял у меня этот разговор. И так случилось, что именно в тот день Юлия Тимошенко, тогда выдающийся оппозиционный политик, и до сих пор выдающийся оппозиционный политик, а это было 21 или 22 года назад, сделала что-то, что заслуженно должно было быть в новостях. На тот момент выпуск новостей уже был готов. Но я сказал, что если это не будет первой новостью, то хотя бы второй. Я вышел в эфир, а на следующее утро меня уволили с должности директора службы новостей. Что должны или что могут делать журналисты, когда они встречают такое давление? Мой первый совет — развивать свои умения. Менеджерам, редакторам и даже собственникам жалко и сложно увольнять квалифицированных и образованных журналистов или заставлять их делать то, чего они не хотят. Ведь очевидно, что если вы хорошие репортеры, известные радио- или телеведущие, или блогеры, и вас увольняют или переводят на другую должность, собственники и менеджеры могут ощутить потери. Вот почему к людям с хорошим опытом и навыками относятся совсем иначе. всегда делитесь своим опытом и навыками с другими. Вы все равно будете в выигрыше, потому что сами что-то выяснили или изобрели. Ведь вы имеете немного больше опыта, чем другие. Но другие должны быть всегда рядом с вами, и тогда они вас поддержат. или, по крайней мере, есть высокая вероятность, что поддержат. Конкуренция — да, но не яркая борьба за лучшую тему или что-то другое. Также вы должны иметь хорошую связь с аудиторией. Во многих случаях она может защитить вас, может даже защитить вас от увольнения. Иногда люди говорят, слушайте, мы хотим, чтобы этот человек вернулся. Нам нравятся его статьи, нравятся его радиошоу, фотографии или видео. Так вот, умения, коллеги, профсоюзы, аудитория. Возможно, в украинском контексте аудитория, а потом профсоюзы, потому что профсоюзы очень слабы.